ПЕСНЯ 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 Читаю. 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 Но ее их смущает то, что они назвали. Я иудею, я иудею, я иудею, это смущает. Михаил. Идем дальше тогда. Это общий. Ну, я идеально, да, да. Не поем. Читаю с 6 по 13 стихи. Когда же я был в пути и приближался к Замаску, Около полудня вдруг осеял у меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Саввук, Саввук, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Сказал мне, я и Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голос оговорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то души и со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Ананя, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брав Саввук, прозри!» Я тотчас увидел его толкование. Это было с целью, так как он один должен был выслушать глаз оны. А так как люди довольно посредственные, доверяют более зрению, бывшие с Саввом только свет видели, но голоса не слышали. И свет произвел такое действие не для них, а для Савва. Поэтому и зрение лишил его, а не их. Но в то время, когда свет издевался на него, и им дозволялось смотреть на этот свет, если хотели. Мне же кажется, что они не уверовали по особенному божественному строению, чтобы быть такими свидетелями событий, которым иудеи не могли не верить. Прекрасно прилагается упоминание о городе, чтобы знали иудеи, что Саввук был гонителем. Павел переплетает свидетельства лиц со свидетельствами обстоятельств, бывших с ним самим и с другими. Свидетелями являются священники, старцы, путники. Факты свидетельствуют фактами, а не личности только. Свидетели анания, человек посторонний, дали самый факт, то есть прозрение. Толкование закончилось. Вопросы? Идем дальше. Александр Сахоцкий. Он же сказал мне. Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его. Толкование. Прекрасно сказал Бог отцов, чтобы показать, что они иудеи, а отступники от закона, и поступают не по ревности о Боге. Прямо говорю так сильно, потому что если Иисус праведен, то они преступники. Дальше, Пшатель. Если вопросов нет, то да, давай дальше. Нет вопросов? Комментарий? Давай тогда еще. Бог отцов наших предизбрал тебя. Это говорит о том, что уже заранее было известно, что Павел будет проповедником. Ну, то есть, это как-то по учению, что уже назначено, то уже это никак не изменишь, некоторые говорят. Отсюда, что ли, получается, что если избрал, значит, все уже. Ты будешь избранным, да? Ну, здесь-то не совсем об избрании, к нам толкователь говорит, а именно дает понять, что они отступники от закона. То есть, Бог отцов наших предизбрал тебя. И толкователь говорит, что показать, что они не уйдей, а отступники. Вот в чем смысл этого стиха. О том, что он предизбрал так не был. Что ж. Идем дальше. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты негридишь? Встань, крестись, и омой грехи твои призвало имя Господа и Иисуса. Когда я возвратился в Иерусалим и молился в храме, приехало в иступление и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твое свидетельство о мне. Толкование. Господь гниждая сало посредством того и другого чувства, то есть посредством зрения и слуха, свидетели на то и свидетели, чтобы свидетельствовать не перед теми, которые знают, но перед теми, которые не знают. Но это великое пророчество. И посмотри, оно исполнилось, потому что своими делами, своими страданиями, своими словами Павел действительно стал свидетелем у всех людей. Вопросы, замечания, комментарии есть? Вот здесь о крещении говорится. Стань, крестись, омой грехи Толли. Что именно крещение заходь умывает. Не просто прощает грехи. Ну, вот вопрос прощения и омоления грехов, это слова синонимы или идет последовательность. Сначала прощение, потом их нужно омыть. Вот, Игнать Тихонович, можете ответить? Прощение омоление, то есть, крещение, здесь вот омываются грехи, они же и прощаются в крещении, и прощаются еще раньше. если бы было раньше, то было сказано так, это Деяния Апостолов, ответ, 38 стих. Вот у сектантов, у них говорят, вот пришел человек, покаялся, наркоман или простой, я говорю, что прощено, да, он уже брат, прощено, а теперь готовим его к крещению. Я говорю, а как же здесь, говорит, уже называют брат Саул, три дня, а что ты медляешь? То есть, ты мог умереть в три дня, и ты умер в грехах, а мои грехи, значит, они на нем были, они сразу становятся в растерянности. Я говорю, трехступенщика указана в 2.38, покайтесь, запятая, ничего больше не написано. И так крестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. Крестится для прощения. Где прощение? В крещении. И получите дар Святого Духа. Тут вопрос такой еще всегда ставишь, и на него не любят отвечать. Вот апостола Павла попросили написать биографию. Он укажет, когда родился, откуда о себе говорит, и как он обратился. Он знает день, час, место. И вопрос, у всех ли это так? Или так? Постепенно ходил с бабушкой водила в храм его, ну и постепенно привык стоять и говорит, я тоже рожден свыше. Вот на меня священники тогда выходят, рожден свыше. А его за версту видно, что он мертвичиной воняет. Совершенно истлевший, мертвый. А он эти слова слышит и этими словами брецает. А можно ли это узнать, что ты рожден? живой и мертвый отличается все-таки. Мертвеца можно подпирать с двух сторон, но только отшатнулся, он упал. И здесь тоже. Пока не будет чувствования во Христе Иисусе. И еще ничто не свидетельствует о том, что ребенок родился. Родился жажда груди. Две груди. Это значит два завета. Почему по персям песня песней и говорит припоясан от Любовь Христова? У него жажда слышать Слово Божие. Он во всем видит проявление пробужденной совести. Свобода совести. Он борется за него. У нерожденного этого ничего нет. У него подделка. И все поглощающее лицемерие. Для виду делается, что-то ходит, только заговорил, ничего нету там. И вот как знать, когда ты родился свыше? Или нет? Или ты постепенно дозревал, рожался, рождался, рождался и через 40 лет родился все-таки. Тужился, тужился. Когда я говорю об этом, что ну не у всех, как вот у тебя. У меня вот было, я называю, час, день, момент, место, половицу покажу, где я склонился перед Богом и где встал, я стал другой. Другой совершенно. Вот. Вот на этот вопрос пусть каждый себе ответит. Я считаю, что если человек считал Слово Божие, обязательно это как-то будет связано со Священным Писанием. Обязательно какой-то роковой стих, который ударил, выстег из скру и загорел из пламя. Но какой? Вот какой? Ты вот теперь смотри. Потом у тебя на разные события жизни будут отдельные места Писания. Но здесь речь идет о прощении грехов, о рождении свыше. Какое рождение, когда он в грехах? Вот тут и ответ. Надо, чтобы Слово Божие заговорило с нами. Каждый по себе посмотри. Это выражаться будет во всем абсолютно, во внешнем виде, в поведении. Один из параметров видно, что родился свыше. Это сон. Сколько на сон уходит? У тебя сразу же изменится отношение косну. Раннее вставание, ты услышишь голос Давида, встану рано, предваряю рассвет и взываю, и на Слово Твое уповаю. Не на людей, а на Слово. И Слово сделает тебя героем веры. Туда, Господи, веди твоих героев в 3 и 10, Иоиль, пророк говорит. Вот что нужно увидеть в этих словах? Не просто прочитал, пошли дальше, а каждый себя коснит сейчас. Проверь себя. Если не можешь, попроси другого помочь тебе. у тебя никогда отчаяния не будет, у тебя внутри всегда будет ликование. Что бы ни было, я спасен. Я радостный. Вот мусульмане сумели это привить людям. Он идет, умирает с радостью. Они совершенно бесстрашные. А шурави его на расстрел ведут, а он плачет, да плохо смотреть, неохота. Вот как надо смотреть. А первых христиане так и шли на каждый день в житие святых. Почему? Он родился свыше. Он временный жилец на земле, он стремится в Старство Небесное. Ожидание реальности больше, чем то, которое сегодня реально. Это все временное дымное надмение мира, как говорит великий человек. Вот все. Что-то Ильина нет. Володя подошел говорит. Я хочу еще обратить на слово внимание, чтобы он был свидетелем апостола Павла. Ну, Савва еще в то время. И потом в дальнейшем тоже ему так же говорит. Вот я хочу тоже рассказать о себе. Вот этот призыв Господа я тоже услышал, когда уверовал. тоже Господь исцелил бесноватого, который цепи разрывал. Тоже он говорит, можно за тобой следовать? Он говорит, иди к своим расскажи, какое чудо с тобой сделал Господь. То есть даже никаких знаний нет, ты уже должен говорить об этом, благовествовать. А в дальнейшем Господь умудрит тебя Духом Святым. Что и как сказать. Тут еще нужно сказать, это место противоречивое. В нем находится противоречие. Когда он рассказывает первый раз то говорит видел, а в другом не видел. Там говорит слышал, а тут не слышали. Так что, где правильно написано? 8 главе или 22? Видел, вон, не воина не видели. Ну кто знает? Неправильно написано. О! Ну чтобы время не тратить, зря не сказали. А не слышали голос не который ему говорит, а Павлов голос слышали. И они никого не видели, а видели никого что свет. Вот ответ. Теперь противоречий никакого нет. Отошел. Михаил Кальмаев, мне кажется, от тебя шумы идут, когда кто-то, Игнать Тихонович говорит, а у тебя экран дергается, что какое эхо. Микрофон отключает его. Хорошо. А еще это, я хочу заметить, Игнать Тихонович, это крещение, это через крещение, это вход в церковь. И сказано, что и не войдет в него ничто нечистое, никто призан мерзости и лжи. И церковь, человек должен войти чистым, очищенным от грехов. раскаяние, это отвержение, так с греческого метанойя, это поворот, поворот в обратном направлении, обращение, то есть обратиться, пойти в другом направлении. Вот ты шел туда и думал, правильно, у тебя все ладилось, домашние дела, по хозяйству и на работе везде. И вдруг ты увидел все пустое, Христа там нету. А теперь как серпион был такой святой, он сидит раздетый, его кто-то спрашивает, а кто тебя разделал? Он только голый совершенно. Он Евангелие прижал к себе, вот оно меня разделало. Его попросили, он все снял и отдал. Когда нас так разденет Евангелие, тогда мы поймем, какую силу оно не своей, превращается в святотаться, в воров божьих, и как будто они видят. Два раза проклятие Бог дает и ничего не понимают. Да разнерожденный свыше может говорить о том, тебе Бог дал только передать эту десятину, передать, передаточное звено. Захапал и не отдает, да еще и злится. Вот ответ. А вот вопрос тогда, вот это обращение, оно должно произойти до крещения. Да, до крещения. Да, он там уже раскаялся. А теперь приезжает, когда на покаяние идет человек, это как и таинство исповеди. Что нам делать мужи, братья? Вот вопрос. Они возопили людям, он рассказал им, что вы распяли Христа. Повторяю снова, деяние апостолов. И Петр говорит, покайтесь. Покаяние несет прощение, осознание. Но покаяние же было и у Иоанна Крестителя, да, напоминания о грехе, но прощения не было. Прощение только в Новозаветном крещении. Только. И как счастливы эти люди, которые омылись. Эта вода, это будет погашающее пламя будущего суда. И сегодня лишают священники этого великого страшного таинства. Мокрой ладошкой и все. То есть разбой. на меня которые выставили какие-то чтения в Москве были, рождественские. Ну все посвященное только против меня. Я сегодня на это ответил. И не сказал только, почему так ответил. Может было по-другому, более кротко, как говорят. Для себя просто прочтите, почему так ответил. Второй коринфин 7-8. Второй коринфин 7-8. Я набрал каждый выпад их. Все ложью покрыто. Они не страха не имеют, ничего нет. Такой шанс был увидеть, услышать. Были рядом ничего, кроме зловония. Не издают ртом своим. Не боятся никакого греха. То есть совершенно неверующие люди собираются рождественские чтения. Рождествен Христа не местописания. Ничего нет. Наш лагерь весь поносит, как при недержании. Характеристики они такие дают. Но вам какое дело? Меня просят, я даю. Я должен вас спрашивать, что сказать? Ко мне под язык, зачем все залазят? Я даю такие характеристики. Родители через 10 лет приезжают и говорят, как вы могли сказать? У нашей дочери точно так пошло, как вы сказали. Я пишу не сам, а с кем-то. Характеристики детям просят. Бывают воспитатели просят, бывают родители. У человека семь, я узнаю, кто самый близкий ему, они пишут. Человек семь наберется, тогда я вместе все это компилирую, видя сам, что делается с человеком. Какие-то наказания где-то видели, бумажки подбирать, то есть ничего не имеют. А почему? Да рожденный свыше разве будет другого преследовать? Рожденный выше, он заботится об одном, как угодить Господу. Ну просто послушайте, как они там говорят. Завтра я выставлю этот ролик на нашем будет Ютубе и в моем мире, как я делаю прояснение, комментарий на этот ролик. Я попросил Никиту, он сегодня 3 часа 10 минут только лег спать. Ворд перевел, что они там говорят. А в 4.40 уже на молитве ему утром. Никита тут помогает сильно. И вот это все написано, разбираем. Говорится о рождении, ничего нету, там некрещеные люди, Дворкин там в этом участвует, Дворкин. Может быть самый неподный человек тут с Америки. И ему доверяют, он решает, там страшное просто состояние. Зачем Иосифов говорит, зачем Игнатий Брянщининов говорит, что русские люди первые, кто примут Антихриста, облабызают его. У русских все готово для этого. А кто, попы подготавливают усиленно, стремительно, гонят людей к Антихристу. Это надо сказать. Я бы мог не говорить ничего, почему же я выпускать такой шанс буду. Они совершенно неверующие. и вот в этом ролике вы увидите, как они друг друга поддерживают во лжи. Да, я когда слушал, я тоже думаю, ну как так можно угать-то, что так нагло и искусно только кто кем побежден, тот тому и раб. Верующий ужаснется от этой лжи. Такие слова говорят, женщины выставили, крещат, что надо что-то делать, надо лагерь уничтожить, то есть это изберги рода человеческого. Это надо писать Роскомнадзор, куда попало это сергианство. Вот Сталинско-беревская патриархия. Даже не видя ни разу, и уже никуда это писать. Ну в советское время это уже все, донос. Это предатели. Кругом измена, трусость и обман. Это самое смирепое общество получается, когда люди называются христианами, творят пакости. И вот они на мне как раз себя и показывают, они на вас-то не нападают, а нападают они на меня, оттуда взяли одну двухсотую часть и то извратили. Да на таком сайте увидела, ты бы рыдала и плакала. Какое счастье, что ты нашла. 50 книг аудио насчитаные. Слушают златоусты, ничего, ничего не понимают. Все, что видят, все поганят. Даже как я говорю здесь, когда вставать, я говорю на столе, чтобы соль, сахар не было, и это поносит. Хотя это любому понятно. слова вылавливают и на все нападают, вот как бешеные псы. Почему? Чаще исповедуйся, чаще прищищайся. Корень здесь. Не готовые прищищаются и глотают смерть. Смерть. Многие больные немало умирают. И это попы гонят к этой чаше. Так при счастье надо готовиться. Как готовились? Четыре раза в году всего прищищались. И они друг друга поддерживают. Это все как пророк говорит. Изо всех щелей полезут. А мы даже что делать? Молиться? Что делать? Скорбеть о них? Это неверующие. Неверующие этого не делают. А это находит дом не занят и берет семь злейших и поселяется. Давайте продолжим. Потом посмотрим, что это. Алексей с нами читайте 23-29 стихи. Между тем, как они кричали метали одежду и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел везти его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Бить, главное, которые кричат? А это 29-го. Я сказал, Господи, мне но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда, услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин, тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство, Павел же сказал, а я родился в нем, тогда тотчас отпустили от него, отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Все, толкование, да, все. Но ведь от них, так как они вопили, следовало узнать, их спросить, что они подозревали в словах Павла. Но тысяченачальник просто угождает власти и делает в угоду им, потому что не о том заботился он, как бы по справедливее поступить, но о том, как бы утешить их гнев, хотя и несправедливый. Не солгал Павел, сказав, что он римлянин, потому что отец его ради представительства купил себе это имя за деньги, так как великим почетом пользовались удостоившиеся называться этим именем. Говорит же это Павел, чтобы в случае наказания его не стали относиться к нему с презрением, если бы его наказали, то делу дали бы иной оборот и убили бы его, а теперь, хотя и не по иной причине, а по той самой, что он римлянин, не только не наказали его, но и отпустили. Два преступления полагает Павел в наказании себя. Одно, то, что хотели наказать его без суда, другое, то, что хотели наказать римлянина, поэтому и больше страха навел на них. Отец его был римлянием, прежде чем родился Павел, Киликия перешла уже под власть римлян, поэтому и отцу его, как предшедшему под их власть, необходимо быть римлянином. Павел же, согласно пророчеству, связан был в Иерусалиме и исполнилось пророческое слово. Итак, не ложь, что он римлянин, потому что тысяченачальник испугался того, что он римлянин, то есть человек знатного рода. Ну вот, кто хочет высказать. Сергей, мы пропустили два стиха, 19 и 22. Прочитать? Прочитать? Да, давай. Я сказал, Господи, им известно, что я, что я верующих в Тебя, заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за семь подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Толкование. Сказал это, не противоречив Христу, но желая понять такую непонятную вещь. Но Христос не объяснил ему, а сказал только, чтобы он шел. Напомнил им об одном жестоком убийстве. Когда Стефан обличал их, в то время они не вынесли. Ну здесь на что нужно обратить внимание, что до сего место слушали, а после того подняли крик и закричали. А что произошло? христос 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 послал его христос они не выдержали это. Да. То есть когда нам говорят ну я ну снова нам понятно что не нам и вообще что мы плохие это еще можно снести но когда говорят что кто-то лучше нас тут уж извините подвиньтесь вот это черта и его действия у него то есть мы бога избранный народ когда их обличают ну ладно они там терпят еще как-то а когда что сказали что вместо вас пойду к язычникам тут они конечно не стерпели кричали метали одежду написано ну тысяченачальник решил разобраться да и вот там помогло ему как раз гражданство у меня вот вопрос такой можно можно да вот интересно как он мог доказать свое гражданство ведь он просто на словах сказал я римский гражданин да и ему поверили то есть не стали проверять ведь так любой мог бы сказать я римский гражданин какое-то должно быть доказательство чтобы этому верили вот интересно какое бумага но не сказано что он бумагу там показывал там или что вот что было ну как за большие деньги приобрел это гражданство то есть если деньги заплатил то в обмен на денег ну наверное только бумага выдавалась логично как это можно проверить так любой скажет вот я римский гражданин пожалуйста должны верить и там будет не быть сюда у кесаря там что ну какое-то должно быть свидетельство тому что он римский гражданин что об этом конечно должно быть подтверждение должна и смелость допустим если у тебя нет подтверждения так сказать а если проверят это лжецом еще могут ну а как проверить ну как ну бог его знает я думаю что до гражданства бумага какая-то была если он говорит что я приобрел за деньги тысяченачальный но что деньги просто так отдал а тебе да вот ты теперь гражданин ты же деньги собирал понятно что бумагу да наверное давали ну я думаю что была при нем бумага ну оставим это ну слава богу что поверили поверили потом проверили как я не знаю сейчас легко проверить ну не сейчас ясно что компьютеров не было тогда компьютеров не было но были другие технологии и технологии конечно ты видишь и про отца говорится про его смело может были свидетели которые могли подтвердить да мы отца его знали там мало бог знает я думаю не стоит на этом заострять внимание так далее давай далее с 30 стиха по 5 на другой день желая достоверно узнать в чем обвиняют его иудеи освободил его атаков и повелел собраться первосвященником и всему Синедриону и вызвал Павла выведя Павла поставил его перед ними Павел устремлив взор на Синедрион сказал мужи братья я всю добрую я всею добрую совестью жил пред богом до сегодня первосвященник же Анания стоящим перед ним приказал бить его по устам тогда Павел сказал ему бог будет бить тебя стена подбеленная ты сидишь чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня предстоящие же сказали первосвященника божия поносишь Павел сказал я не знал братья что он первосвященник ибо написано начать еще в законе твоем не злословие в народе твоем не злословие толкование говорит уже не к народу и не к толпе не сознаю себя в своих поступках ни в чем виновным пред вами и достойным этих уз приступая же закон то есть будучи виновен в беззаконии как бы говорить будучи достоин весьма многих наказаний да Павел принимает вид что не знает но это было не твердо а полезно для слушателей не вредно но это было не вредно а полезно для слушателей но я очень убежден что Павел действительно не знал что Анания архиерей так как Павел прибыл недавно в Иерусалим с иудеями не обращался и видел Ананию среди многих других лиц да среди многих и разнообразных лиц архиерей был и незаметен стеной же подбеленной называют его потому что хотя Анания принимал светлый образ человека который как бы защищает закон и судит по закону но мысль его была полна беззакония поэтому Павел и изобличает в нем лицемерный вид наружного расположения к закону вот у меня вопрос вроде бы правильно Павел да обличил человека в семерии и это нужно делать но потом когда узнал что он первосвященник сразу же попятился и привел местописание начальствующего в народе поем не злослой вот враги уже так сказать наши вот эти вот часто Игнатия Тихоновича да и не только его упрекают в том что вот мы злословим священников прям злословим слово такое еще поносим вот и вот в чем же вот здесь вроде правильно он сказал что стена подбеленная лицемера это беззаконие вроде как бы видно и промолчать сложно невозможно когда видишь такое что в церкви творится то уже что творится и как вот здесь ту грань не перейти вот злословие начальство еще чем вот злословие отличается вот так скажем обречение или критики ну а тут смотри если бы Павел не сказал что он стена подбеленная в этом заключается злословие и что остальное было бы принято нормально то есть стена подбеленная это все понимали что лицемер да обозвал его ну сказал бы вот ты скажи там идиот дурак там или еще кто-то там все скажут ты что его там или как сказать вот как патриарх говорят что он там всякий разный без всяких доказательств это есть злословие то есть его говорят что он это самое а если то что говорят допустим что он не крестит правильно и видно на фотографии что он действительно не крестит правильно как надо а просто мочит то здесь злословия нету а если его без вот так вот без доказательств обзывать то это будет как раз и злословием ну хорошо тогда следующий вопрос а если доказательно обзывать тоже злословие и обличение я не знаю может быть кто-то по-другому думает скажет здесь в данном случае стена подвеленная вот это вот в этом и заключалось его злословие если бы он этого не сказал бы вся его остальная критика была бы справедлива и тут злословия и тут злословия никакого не было да можно и мне тоже высказать слово да я думаю что здесь вот все-таки апостол Павел прав он знал что говорит вот то есть он же знал ему Богом было открыто то есть Бог будет бить тебя и он не то что там обзывается говорит что вот ты то-то то-то а именно все что как говорится грех это все что мимо цели а он говорил цель он говорит стена подвеленная но сущность видел он знал кому говорит и что говорит и даже порочествовал Бог будет бить тебя вот но когда эти иудеи увидел он ради иудеев говорит то есть да братья виноват не должен был я говорить и злословить архиерея при вас то есть во-первых не должен был при них это говорить а во-вторых как бы вообще начальствующего в народе твоем не злословить при народе как бы не говори плохого про начальника вот это вот то что касается апостола Павла а он он знал что говорил он видел что он неправильно его бьет что он будет за это наказан богом это он знал бог будет бить тебя стена подбеленная что лицемер вот он неправильно сказал а что чтобы обличать кого-то сейчас нужно просто знать что говорить если ты водимый духом святым и ты точно знаешь что этот человек будет наказан что тебе это открыто богом где он лицемерит как он лицемерит вот прежде чем кого-то о чем-то судить надо знать да есть такое не суди того чего не знаешь да вот шагает по дороге нищий ты от жалости по ним рыдаешь он же прячет нож за голенищем да не суди того чего не знаешь что лицо суровое брата ты его за это осуждаешь у него душа мягка как ват да так и здесь мы можем там осуждать архиерея я сам самый первый грешник в этом я только я вообще не могу смотреть как они служат как они крестятся все я это самое на службах то я не бываю у них а вот если смотрю где-нибудь в интернете как они служат или другие то все мне от этого уже дурно становится как они крестятся вот ну осуждать я не могу потому что мне не открыто я не знаю вот поэтому это и есть вот как бы осуждение и я не могу произнести суда а Павел мог потому что он в один духом святым вот в чем дело я думаю так все закончил Павел сказал еще что вопреки закону велишь бить меня ты сидишь чтобы ты сидишь чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня то есть он обличил его совершенно справедливо справедливо да но обозвав его в спину подбеленное это уже неправильно а я считаю правильно потому что ему было открыто Богом он сказал в лицо что ты фарисей он сущность его назвал что он есть но другое дело что при людях он сказал и сказал на того на кого не следует говорить вот и все Павел тоже это просто наверное человек просто не выдержал это и сказал вот так вот и когда тоже трудно выдержать иногда бывает вот если бы на месте первосвященника был бы другой человек допустим какой-нибудь там знатный фарисей да не первосвященник в садуке а фарисей знатный и он на него бы вот видя его сущность нутро вот как он и предполагал он не знал его там чины он думал что это вот сидит один из знатнейших людей да вот тогда бы ему бы нечего было извиняться хоть он бы и назвал бы стеной подбеленной ему не за чем было извинять потому что он не не начальник он не первосвященник а он извинялся за того что первосвященник начальцу еще в народе не злосло получается вроде как Павел тоже лицемерий почему лицемерий ну по-твоему так вот получается что он это при народе значит он это можно сказать без народа нельзя сказать при народе ну в общем это тоже если какая-то хитрасть и при народе нельзя сказать и нельзя сказать на первосвященника вот на другого можно на первосвященника нельзя такового так Господь повелел не потому что Господь сказал кто скажет пустой человек подбежит к нему в руках скажет а тут это ты будешь любому человеку может сказать ты будешь это осужден брату это безумный подбежит Семидриону а если рака и неогненный ну так скажем а здесь Павел сказал так первосвященнику а сказал потому что видел его сущность сущность это не грех говорит человек вот такой такой там сущность он сказал когда он сказал что вопреки велишь бить меня вот это сущность вот да вопреки закону братья можно добавить просто слово ставить одно если бы Павел сказал так Бог будет бить тебя лицемер ты сидишь чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня тогда бы не пришлось бы я думаю ему извиняться да 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 я думаю как бы он не сказал лицемер тоже было бы пришлось бы извиняться за любое слово а что лицемер не так унизительно оскорбительный чем стена подбеленная что ли конечно оскорбительный я тоже считаю что оскорбительный я хотел обратить внимание ты сидишь чтобы судить по закону то есть он это дело поставленный кем поставленный народ его избрал или богом поставленный то есть он должен это делать что сегодня должны делать священники всем понятно и они этого не делают и как быть то и вот говорить им об этом не согрешить или как говорить без оскорблений с любовью да ну с любовью с любовью по-любому ты будешь говорить если ты видишь что человек идет грех то есть в ад ничего не скажешь просто без оскорблений без раздражения такого не на тебе будет там так за что же здесь все-таки Павел извиняется за свое раздражение или за то что все-таки не нужно это было сказать первосвященнику другому можно тут мы запутались он ясно сказал я не знал братья что он первосвященник ибо написано начальцу еще в народе твоем не злослов я не знал что он первосвященник он знал что говорит он не согрешил в том что он назвал его стеной подбеленной он не согрешил он единственное считает что извиняется за то что обратился к первосвященнику Такими словами, вот и все. Ну что, обращаемся к Игнатью Тихонову, что здесь дальше читаем? Я думаю, надо обратиться. Ну тогда слушай. Бело такое. Почти все. Почти все Сергей Евгений объяснил. Но тут такая ситуация. Ему легче апостолу Павлу было по пятимся. Он абсолютно правильно сказал. Злословия никакого не было. А они усмотрели в этом злословие. Да ян креститель разве такие слова говорил приходящим? По рождению Ехидины змеи. Почитай только, что говорят пророки. Вот мы читаем псалтырь. Его читают и за живых, и за упокойных. Что он там говорит? Раскрыли на меня пасть, как хлеб. Выкатились от жира глаза их. Почитай там, что только можно найти. Он такие проклятия шлет. А зачем тогда считать-то? Значит, допускается. А если по отношению царя не имеет значения? Злословие, как правило, не соответствует действительности. В этом оно заключается. А зачем злословие-то? Если он лицемер, сказал лицемер. Но это было первосвящение, окруженное неприкосновенностью, как депутат Верховного Совета. Их нельзя судить, пока весь Совет не проголосует. Неприкосновенность депутатская. Дальше говорили у апостола Павла, там была ли бумага какая. Даже никакой бумаги не было. Никто на это не дерзал. Смотрели на статус человека. И, кроме того, узнавали, как могли его сразу арестовать, отправить в Рим. Свидетельствовал. Он назвался римским гражданином. Ну и что? Да то, что если этого не было доказано, ему отсекали головы, и все кончилось. Поэтому было очень рискованно. Это страшно опасно было назваться римским гражданином. А кроме того, вторство-то и знакомые могли подтвердить. А бумага была или нет, это мы не знаем. Но где-то это фиксировалось все равно. По аналам они должны были проверить. И здесь он сказал правильно. Да, иначе обещать никак нельзя. А если бы сказал другие слова. Смотря какие соответствуют действительности или нет. И Павел сделал обратный ход. И сделал правильно. Потому что, во-первых, он не знал. Первосвященник избирался на всю жизнь. А они стали этой должностью торговать. Каждый год новый первосвященник. И она одновременно. Анна сидела и кайфа. Первосвященники. Это вещь немыслимая была. Ну а как тогда? Никак. Он попятился назад. Вольно дал задний ход. А если бы это где-то было, не имеет значения. Ему легче было это взять, сказать. Я не знал. И все кончилось. А так, новая статья и вышка. Вот Сергей объяснял абсолютно правильно. Только надо сказать, соответствую действительности или нет. Иначе они неприкосновенные. А раз неприкосновенные, за этим второе параллельпоминант 25.16. Я тебе сказал, но ты не принял. Я понял. Я хорошо понял, что Бог решил убить тебя. Вот что за этим стояло. Не просто как-то. Он будет убит этот человек. И поэтому... А как тогда? Лучше не говорить. Ты видишь перед собой начальник. Наклони голову. Это дома он так человек говорит и не соображает. А в заключение вот она выведет. Она девчонка. Вот там лет 18. Ну дубачка называется. У ней в руках деревянный киянка, молоток. И здоровые такие амбалы перед ней. Встать к стенке встали. Пять человек. Раздвинь ноги. То есть сделай все, что нужно. Почему? А потому что с той и с другой стороны ОМОН стоит. Вот как. Мы должны над собой чувствовать Ангела Божий. Личных слов не говорить. Но сказать правду должно. Иначе Иезекииль говорит. Ты не сказал, кровь его я с тебя обзыщу. Это никуда не денется. Первосвящение кто у нас? Патриарх, все на этом остановись. Обойди его лучше. Обойди. А он должен сказать. Ты скажи мне правду невзирая на что. Тогда понятно будет, что он рожден свыше. А его там кроет хвост и в гриву по всему интернету. И свои, и чужие. И еще только на нем не говорят. А ты как? Никак. Вот они нападают. Он гей там с Никодимом был. Когда был студентом. Категорически против и запрещаю это говорить. Во-первых, не доказано. А втором не наш суд тут будет. То он не проповедует. То он не говорит. То он слово Божие не упоминает в речи. Вот этом ты сказал. Я никакого злословия не сказал. Почему они святыруют святую Библию? Почему людей не отсылают, чтобы люди от Библии искали ответ от Бога? Вот это я могу ему сказать. А так это, знаете, как на Евреи. А эти подхваты там и прочее. Вот в чем заключается. Сергей практически-то все ответил здесь. Отошел. Спаси Господи. Читаем дальше? Да. До которого стиха? До восьмого. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла растря между фарисеями и саддукеями. И собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Толкованин. Опять говорит по-человечески, но всюду богат благодатью. Не обманывает, однако, и здесь, потому что по предкам он фарисей. А так как иудеи не хотели сказать, за что обвиняют его, то он считает себя вынужденным высказать это сам. За чаяние воскресения мертвых меня судят. И оправдывает себя самым обвинением их и их клеветою. Саддукеи же, будучи несмысленным, не знали, быть может, даже Бога, поэтому не верят даже тому, что будет воскресение. Однако ж, саддукеи не признают трех положений. Воскресение, бытия ангела и бытия духа. Но дух и ангел одно и то же. Кроме того, слово «обои» и то и другое говорит о трех предметах. «Писание людей не книжных и рыбарей не следует измерять мирою и изящной внешней отделки. Какую отличаются сочинения писателей-специалистов, от этого рождаются ереси». И комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на слова «Писание людей не книжных». Итак, комментарии. «К данному изречению Блаженного Феофилакта на протяжении прошедшей тысячи лет сколько не книжных людей прислонилось и утешилось». Апостол Павел подтверждает 1 Коринфянам 1, 26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных со стороны книжных и ученых людей. Исходит мнение, что им, грамотным мудрецам, ученым, мужам, открыто многое. И они могут богословствовать в изящной форме. Но Господь иногда пострамляет и мудрых совершенно незнатными людьми, как это мы видим в житиях святых. Очень часто человеческая мудрость, человеческие знания убивают духовное, просветленное. И остается одна надменность, кичливость, превозношение, снобиде. Блаженный Иероним восхищался Цицероном и изящностью его слога по сравнению с непривлекательным и грубым слогом Библии. Как доказать такому грамотному, защитившему диссертацию профессору богословия, что он не прав? Какие действенные методы есть у Бога, чтобы укротить человеческую гордыню? Оказалось только один способ. Бог посылает ангела, который истязает его плетью и наставляет на путь истины 15 июня. Желающие привлечь людей на сторону Христа спрашивают, какой самый доступный и простой способ нужно избрать в беседе с людьми? Прямо читать им Библию или пересказывать содержание своими словами? На основе 40-летнего опыта отвечаю. Только на основании Библии и в первую очередь Евангелия цитируя и еще лучше читая вместе с собеседником, прося его кое-что заучить наизусть с точным запоминанием названия книги, главы и стиха. И только после этого разъяснять по толкованию святых отцов простыми и ясными словами, близкими к словам Священного Писания. Подавляющее число ересей в Церкви Христовой в продолжении 20-ти исходили от людей грамотных, изящных словесностей. Далее цитирую Фуфилакция, подчеркнуто. Писание людей не книжных и рыбарей не следует измерять меры изящной внешней отделки, какой отличается от сочинения писателей-специалистов. От этого рождаются ереси. Да не будет этого с нами. Так, у нас час прошел. И по традиции оставшиеся полчаса мы посвящаем вопросам по писанию или за полные вопросы, интересующие. Пожалуйста, задавайте. Инать Тихонович с радостью ответит. Инать Тихонович с радостью ответит. Есть ли задания? Вопросы? Мне можно задать вопрос? Можно. Вот, я могу это самое... За сыну, вот, как... Милостинку, или что вам прислать, это... Деньги. Можно мне прислать? Кому вопрос-то? Ну, ваше общение. А вы, наверное, вы же там... Попутно. Сегодня Володя... Я вот... Володя сегодня ходил на почту. И от Надежды, Благодатской, пришло письмо, пакет. Да я пришла... Прислала я. Зачем? Без разрешения этого делать нельзя. Он потратил время и получил то, что никому не нужно. Этого не надо делать. Ничего не посылайте. Ответ один. Ну, извините. При себе приберегите это. Совершенно не нужно. Никуда. Мы не знаем, куда это все делать. Я уже не говорю, какое это. Какие-то видения, какие-то... А там интересно. Там интересно. Так, Надежда, я отвечаю. Не присылайте. Он потратил время. И... Это не нужно совершенно. Ага. Видения каких-то там бабушек... Ну, хорошо. Нам зачем это? Мы... Не хотим это получать. Ну, ладно, ладно. Ага. Ну, все. Ага. То есть вы сначала послали, а потом решили попросить... Нет, а я... Я сейчас уже про другое спрашиваю, что это... Да, сейчас вы спрашиваете про другое. Вы хотите прислать деньги, да, это... Да, 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 да. Не надо. Отключайте на второй вопрос. Там видно будет, когда. Ничего не посылайте. Ничего. Пока логи не нужны. Спасибо, Христос. Так. Еще вопросы. Можно задать вопрос? Да, конечно, пожалуйста. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Я хотел бы спросить по поводу старокатоликов. Какое ваше мнение об этой церкви? И есть ли это церковь? Вопрос в чем заключается? Вам к ним идти нужны? Церковь лист, а то католики. Я понимаю, что католики? Вам зачем эти знания? Вы нуждаетесь в этом или празднуете? Старокатолики. Вы не расслышали, Игнатий Тихонович? Старокатолики. Не просто католики, а старокатолики. Сергей, я расслышал. Я спрашиваю, для чего этот вопрос? Про славу. Он к вам как-то касается? К вам приехали старокатолики? Или праздный вопрос для пополнения знаний? Есть энциклопедии? Зачем это отвечать? То, что совершенно не касается. Нет, именно с... Повторите. С тем учетом, чтобы... Вопрос в том, чтобы... Дело в том, что я хочу переходить в эту церковь. К старокатоликам хотите переходить? Ну, вы знаете... Откуда? В городе Варшава, Польша. Откуда вы хотите к ним переходить? Где вы сейчас? Церковь отделенных евангельских христиан-баптистов. А что, у вас там православной церкви нету, разве? У католиков сегодня... Я недавно... Я просто... Недавно стал разузнавать. На них очень большое порицание. И женское священство будет, и все. Зачем под это сомнение лезьте? Найдите там православную церковь. Вот и вопрос решился. Там православные в Варшаве-то есть? Да, 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 да. Ну так и идите к ним, и вопросы решены, и все. Зачем к старокатоликам, если у них женское свещество, и вас это смущает? Притом под сомнением очень нехорошее совсем. Я не все еще говорю, что у них там сейчас есть. Говорят, ну проверить-то я не могу, здесь их нигде нету. Будьте внимательны. Церковь православная есть, вот и идите. Нет, это офицер. Спасибо, понял. Там есть польская православная есть отдельно, автокефалия. Дальше. У кого что? Еще вопросы. У меня вопрос. Златоуст говорил о злословии. И там такая мысль, что Мытаря, Фарисей Злословил, но хотя он говорил и правду о Мытаре, Мытарь действительно Мытарь. И Златоуст говорит, что он потерял все. Потерял все, это значит, что Мытарь злословил в церкви, ой, Фарисей злословил в церкви Мытаря. А перед этим он говорит, ну а если ты скажешь, что я говорю правду в злословии этого человека. И Златоуст объясняет, вот хорошо, Фарисей говорил правду на Мытаря, но он потерял все. Слова потерял все, это значит, что он действительно злословил, а это грех. Хотя говорил и правду. Так вот, как вот тут быть? Вот Златоуст, я тоже, когда вот это место читал, как-то. А перед этим он говорит, если правду, значит, то это уже не злословие. А Златоуст говорит, злословие, то есть Фарисей, который здесь злословил в данном случае. Я отвечаю. В первую очередь, Человека он знал там, за дверями храма. И он те мерки, которые были приложимы там, он перенес к человеку кающемуся, который бил себя в грудь. Он судил не того, который стоит перед ним, а того, который был на улице. И поэтому слова его абсолютно уже были неверные. Мы видим, говорит, согрешающий, не видим кающегося. И какая тебе нужда была в храме стоять, пришли. Какая нужда? Никакой нужды не было. Совершенно никакой. Речь ведь вот о чем идет. А Златоуст, когда-то почитай его слова об иудеях-то. Там, я не знаю, какие в лексиконе были слова. Найти можем. Но оригинал наших слов-то. Как он иудеев этих костерит и в хоз и в гриву? Сам Златоуст. Так это злословие или нет? Нет, это соответствие действительности. И он говорит о тех, которые совращали людей его православных, заставляли клясться и тащили к себе в синагогу. Он говорил по тому состоянию, которое он видел. Вот люди не понимают иногда, как так Павел противостал Петру и, говорит, лицемерил с ними и Варнава. А ты почитай толкование. Апостол Павел говорит, два вала, два быка, запряженные в один плуг. Один-то бык не утянет. И одного звать Павел, другого Петр. И наша-то задача не стоит в том, чтобы одного вала завалить. А другой-то и не потянет. Но оправдать. А как оправдать? Очень просто, что здесь не дописано. И он, говорит, лицемерил, стал удаляться. И он как бы, как бы, говорит, давай, Петр, договоримся. Я не могу так просто смотреть на это. Я при всех тебя обличу, а ты молчи, не оправдывайся. И тогда другие, которые с тобой пришли, им будут не дают. Он скажет, ну уж если Петр промолчал, а куда нам-то что-то? Вот как. Как бы. А люди ничего не знают, что это за кадром было. Он промолчал. Промолчал и признал свое лицемерие, что неправильно. А другие, вот это да. Петр-то со Христом был, а Павел, выскочка, откуда он взялся-то? И оказывается, наш Петр промолчал. Нам ли рот разевать теперь? Вот как надо рассуждать. Увидеть, что за гранью написанного. А не просто так. Павел сказал. Да, сказал. Когда, кому, с какой целью. Почему? Потому что ему дешевле было по пятице. А сказал абсолютно правильно. Читая Иеремию, когда он обличает царя. Называет священников какими словами. Ну, читайте Библию-то. Это было злословим? Не, отнюдь. Отнюдь. Да одно дело бы сказал. Живьем в ад отправляли, как Моисей. Молились, и Бог с неба огонь посылал. 250 священников сразу сгорело. Вот это кратчайший. Да это что сказал Павел-то, это вообще даже поминать нечего-то. И он назван Богом кратчайшим. Не за себя. За славу Божию. И он не убивал, только молился. Во все надо вникать так, чтобы увидеть Роджир. С какой целью? Какая здесь видится польза? И виновен я или нет, что если я промолчу? Первый вопрос всегда нужно решать, говорить или не говорить. Вот этого я не знаю. Не знаю. Это первый вопрос надо решить. Потому что есть поговорка даже. Скажешь сто раз пожалеешь, а не скажешь один раз пожалеешь. И поэтому видим, какими словами говорит. А вот он слова говорит. А кому? Волхву. Ты враг всякой правды, сын дьявола. Доколе будешь совращать прямых путей Господних? Вот это да. Вот никого не судите. Так он уже его сыном дьявола в ад загнал. В соответствии действительности. И осуждений, какого здесь не было. А сегодня сгорбатится и боятся священнику сказать. Ну видит, беззаконие творит. Ну отойди от него. Хотя бы скажи ему, батюшка, нельзя это делать. Нельзя ограблять последнего человека у него отбирать. Ничего не скажут. Почему пришибленные мозги, говорится, по стенке. И это лицемерие все. Все это лицемеры. А лицемеры не спасутся. А ты подойди и скажи, а как? Обличай, говорит Павел, при всех, чтобы прочее страх имели. Вот это да. Да как же, говорит, наедине одному. Когда на тебя одного он сказал, обозвал тебя там дураком. Или, ну ду что-нибудь там, Дудин, Дударевич там. Мало ли каких-то. Ду-ду-ду-ду. А ты отступись. А если это дело касается общего спасения, меч изноженный сверкнет на солнце. Вот как. И почему Павел им грозится, хотите, чтобы я пришел с любовью или с жезлом, той железной палкой. Я вам горшки-то поломаю. С чем хотите, чтобы я пришел? На все надо смотреть открытым оком. Понимать смысл сказанного. А не так. Не судите, не судите. Да попы говорят только с одной целью, чтобы их не трогали. Чтобы продолжали безобразничать. Не судите, то есть не трожьте нас попов. Сгинь окаянный. Вот что заложено в этих словах. Горе вам, если нет, обличающего. Обличающие-то на лучшие врачи. Но как обличить? О-о-о. А ты что ему сказал? Да я сказал, жеребец-то неистовый. Так как разве можно? Да написано это в Библии. Я Библию считаю. Ага, ну тогда другое дело. Ты библейскими словами вооружись, и все замолкнет. Аспид глухой. Аспид змей ядовитый. Это кто говорит? Кто говорит? Дух Святой. Уши сомкнули. А нет. Уходят, а Павел им крикнул только в свет. Глаза сомкнули. Уши не видят, не слышат. Они пошли много споря между собой. 28 глава Деяния апостолов. И поэтому, когда спрашивают. Ну, начальник, мне говорить или не говорить? Лучше не говорить, если не знаешь. А если ты знаешь, что это от Бога, горит у тебя огонь, ты ему скажи. Скажи так, чтобы земля дымилась под ним. А кого послать? Кого мне послать, говорит Господь? И он заходит. Я говорю, ну представьте, вот сейчас, ипархиальное собрание. Ну, стоит там кто-то в дверях, может быть, какой-нибудь клерк ваш, патриархийный. Мне надо к архиерею. А там собрание апперхальное. А прочь с дороги. Вот как фильм показывает про Давыда. Он оттолкнул его из захода. Кто? Самуил. Что? А тут уже решается вопрос, ага-га отпустить. Ты что делаешь? Он скольких наших жен в доме сделал. Сколько сыновей потеряли. Выхватывает меч, Самуилу рубит ему голову. Вот это да. Так это ответ, Хизавет. В Новом Завете нисколько не легче, только в дугом. Огонь вечно обещается. Гиена огненная. Обходите сушу и море. Там-то еще покаяние, может, было где-то. А здесь уже ничего нету. Не надо думать, что сегодня легче. Злословище отца и мать смертью умрет. А как? Ну, а теперь и реши, как. Как? Какими словами ты говоришь? Ну, а какой вариант лучше? Лучше ничего не сказать, если выбор предстоит. Не сказать, помолись. По неделю помолись. А там увидишь, говорить или не говорить. Это жизнь дана. Это не просто так. Смотреть надо. Примиряться. Я скажу, будет так-то. А он ответит так-то. Ну, небольшой, хотя бы в три года шахматную игру. Так, нет. Я лучше не скажу. Вот. У меня сколько стоит роликов? Четыре тысячи с лишним. Роликов наших. И сколько нападок. А вы отвечаете? Никогда не отвечаю. Ну, бывает, кто-то адрес. Спросят. А никогда. Почему я выложился весь там. Верующему не должно спорить. Я возвесил. Я вижу, он совершенно ничего не знает. Зачем ему говорить? Это издалека видно, что свинья хрюкает. Так разве можно свиней называть? Писание называет. Не бросайте жемчуга перед свиньями и псами. Это псы бредящие лежа. Собаки не умеют лаять. Кто? Священники. Священники это сборище разбойников на пути в Сихем. Я ему считаю. Вот как говорит Господь. А ты что нас судишь? Вы уже осуждены. Уже это писание вас заклеймило. Вас, священников. Сборище разбойников. Ну и подойдет нам это, нет? Или не понравится? Вроде что-то мелькнуло, Сережа. Отошел или что? Не-не-не, вон туда. Что случилось-то? Это вышибло. Что-то вышибло, да? Да. Внизу. Ну это так. Ну нет. Ну тут или тут же? Ну я-то поздно. Ну что показываешь? Ну кто в строю остался? Я в строю остался. Адиска где остался? Надежда здесь. Надежда здесь. Уже есть осенька. О, горяч. Ну слава Богу. Да, я нечаянно нажал, простите меня. Ведущего нету. Как-то нас выше будет всех. Почти все здесь осталось. О, михаил. Мне можно еще вопрос задать? Да, можно. Можно задавать? Я вот взяла церковь Евангелия, там лежат. И когда брала, там логорские женщины говорили, зачем берешь? Я говорю, ну раз дать хотела. Она говорит, спроси, там есть, ну который вот за этим следит. Ну, это самое, я у него спросил, он мне разрешил. Я, значит, она говорит, ты что, мессионер, что ли, эта вот женщина спрашивает за окошечком? Я говорю, ну это самое, значит, я не что-то взяла Евангелие, но значит, так-то я могу раздавать же, да? Как по-моему. Вот такие Евангелия, которые вы раздаете. Вам вопрос. Может ли она раздавать Евангелие? Конечно, можно. Конечно, можно. Можно, да? И в больнице, и в autograph я говорю. Везде, где можете. Вы можете отдать Евангелие, да? Да, раздавать можно. Ну, спасибо, Господи, да. Спасибо, Господи. Я могу ваш сайт указывать? Еще могу. Она говорит, может, наш сайт указывать? Можно, можно, можно. Можно. Тут что-то не очень слышно. Спасибо, Господи. Спасибо, Христо. Браво Христу. А вот я гляжу, тут Лариса Синько. Это кто? Лариса? Кто такая? Да, да, да. Телефон. Геннадий Тихонов спрашивает, кто? Откуда? Лариса Синько. Слышишь? Лариса Синько. Лариса Синько. Игнать Тихонович спрашивает, кто такая Лариса Синько? Вам слышно? Да, конечно, очень хорошо слышно. Я вас с удовольствием слушаю. Да, да, Лариса, посмотрите на наших сестер, посмотрите, вот Ольга Симоненко, вот Третьякова Юля, вот Теникова Катерина, как они одеты. Постарайтесь также им подражать. У нас тогда будет еще красивее здесь. Надеть в платочках, ну, посмотрите, как они одеты. Чтобы закрыть, чуть-чуть была не видна их платочки. Ну видно, Юлия там, посмотрите, какая красота. Так, люди же все это видят, замечают. Ну я не открываю камеру, потому что у вас много людей. А когда я стану с вами, я буду платить к этой женщине. У вас просто на аватаре фотография без платка. Когда ты типа что-то заметил. Ну, у нас сестры, видимо, подражать дадим. Вот наши сестры. Им можно подражать. Они, видите, какие благоприятные. Вопросы еще есть. У нас еще 8 минут. Пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо. Какие тут занятия сложились. Изобразие. Раз, кончится. Ну что, Сергея, нету? Ну, вот нет. Не видно. Как-то. Ну вот, Игнат Тихонович, отдай рассуждение, хорошо говорил. Если вопросов нет, тогда идем дальше. Ты спроси, Игнат Тихонович. Да. Кто там шумит, микрофончик. Отключай. Говорил. Плевал нас. Да. Девятые, десятые стихи. Деяния святых апостолов. 23-й. Ну, сейчас Сергей Сергей. Это нет, он вопрос задавал. Поэтому... Давай, говори, иди ты. И встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря. А если вам не понравится. Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же... Я не знаю. Я думаю, что молиться надо. Вот. Не будем противиться Богу. Но как раздумываться. Не просто вот как обрешать. Я вот смотрю. Основная вот эта болезнь. Это Игорь Игорь. Ну и немножко вот серьеза вот это. И отвезти в крепость. Пупков. Толкование. Ну, не в меньшей степени, конечно. Обречать, обречать. Обречать. Скажите, чтобы замолчали. А, чтобы они замолчали. И дело было недалеко от опасности. Наконец-то... Андрюш, слышно до меня. Слышно, слышно. Говори. Если ты молишься, если действительно ты движимый, как апостол Павел, духом святым. Ну, конечно, обречаясь тебе открыто. Чтобы не было от сердца своего пророчества. Одной национальности, что ли? Ну, по священному писанию. Перебивай друг друга, Инатьевич. Надо сказать еще. Сергей Пупков, чтоб... На, скажи. Сергей Пупков. Сергей. Да. Тут Сергей Ильин с Марьясом, с этим... Скальмаев разговаривает, Михаил, все перебивает. Почему так произошло-то, непонятно. Три голоса одновременно. Да, ты читаешь, и они между собой разговаривают. И у нас все перебивается тут. А как мы их отключим? Ну, там, на Кальмаева красную кнопочку... На две сессии как-то разделились. На два лагеря, что ли? Под каждым есть, не знаю. У нас в параллельный звонок тут. Заново соедините нас, Сергей. Сергей Пупков, соедините нас заново всех. Ну, нам, наверное, иногда отключиться, что ли? Да. Заткнуть чай. Все. Сейчас, когда будет дверь, то есть, что ли? Три рамки вы включаете не верхнюю, а нижнюю всегда. Вот когда верхнюю включаете, такой вот происходит. Разброс. Я тебя и спрашивал, какую ты уж не знаю. Ну, вы-то сперва верхнюю сами нажали, вы меня не спрашивали. А второй раз уже спрашиваете, а я уже не знаю, какую нажать. Ну, наверное, все уже. Они нас отключили. Они сейчас выйдут. Надо же заканчивать. Больше девяти она не тянет уже, видео не работает. А вы выключите? Да, подождите. Сейчас она выйдет. Ну, и закройте, без разницы. Вот сколько еще? 104 минуты. Все, вот здесь нажимать. Что-то не заладилось сегодня. Пробует. Сергей, у нас что-то не слышно у вас. Надо все это окончать. Все ушло, интересно. Все ушло, интересно. Все ушло, интересно. Все ушло, интересно. Ну, вот так, прикольчево, сейчас. нет наверно уже не взять полость ушло все 27 минут выключаем вы то не выключайте он должен вас отключить ну да я выключаю тогда а я выключаю конечно еще тогда вот это нажатие пусть от